Как научиться радоваться? Пишут мне, а я вот всё о радости думаю. Как научиться радоваться всему, что тебя окружает? Как приносить радость окружающим тебя людям, вне зависимости от настроения или состояния души? А просто жить и радоваться, радоваться и жить. Испытав продолжительное состояние сплошной радости, у меня появилось желание возобновить его. Это так чудесно, когда тебя радует каждая травинка, каждый кустик, каждый прохожий, когда тебя радует абсолютно всё, что ты видишь, трогаешь, ощущаешь. Но, к сожалению, это проходит. Пока мне удается возобновить это состояние только усилием воли и неуёмным желанием. Но я думаю, что этот процесс должен быть естественным. Мой ответ. Вопрос, с одной стороны, прост, но его осуществление оказывается необычайно затруднительным. Начнём с простого. Как научиться радости? Для этого надо проделать огромную работу с собственным сознанием, расширить его до огромных размеров. Только после этого будете смотреть на мир в целостности, в совокупном единстве, которое покажет его красоту и справедливость. От этого у вас и возникнет, естественно, радость, радость бытия и осознание величия мироздания, и, естественно, творца в нём. При суженном сознании, высоком эгоизме, человек видит узкую полоску мира и разделяет её на плохое и хорошее. Под понятием «плохое» он подразумевает всё то, что не нравится его эго, не согласуется с его мировоззрением и отрицательно воспринимается чувством. И, наоборот, всё, что доставляет его эго положительное, а чувством приятное, радостно является хорошим и вызывает соответствующие переживания и эмоции. Состояние радости бывает до тех пор, пока череда жизненных процессов не подбросит в его поле зрения то, что он воспринимает как плохое. На этом его радость обрывается. И для её восстановления ему приходится проявлять волевые усилия, искать дополнительную мотивацию. Но если бы он воспринимал плохое в свете расширенного сознания, то понимал, что это нормальное явление, порождённое какими-то причинами, и его не надо отталкивать, а надо просто принимать. При этом происходит мудрость жизни, что для того, чтобы плохие явления в вашей жизни возникали как можно реже, надо вести такую жизнь, которая бы не порождала подобных следствий. И тогда вы будете видеть радость во всём, ведь мир создан Богом и идеален изначально. Вопрос. А вам не кажется, что раскаяние – это когда ты сам себе честно отвечаешь? Всех ли ты любишь людей? Раскаяться можно вообще и в частности, в зависимости от того, насколько широко человек смотрит на мир. Если видеть в целом, раскаяться вообще. Если узко и проблематично, то раскаяться по частностям. За тот или иной поступок, конкретно за зло, причинённое какому-то человеку, и прочее, и прочее. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!